У семи пригородных автобусных маршрутов с мая этого года конечные пункты в Чебоксарах расположены на пригородной автостанции, которая принадлежит Чуваш Автотрансу. Такое решение перевозчик принял из-за высокой цены обслуживания на вокзалах, которые принадлежат Автовасу. По 20% со стоимости каждого билета. Министр транспорта и дорожного хозяйства Михаил Резников говорит, что эта проблема чисто экономическая. Спорт двух хозяйствующих субъектов переносится в политическую плоскость. Чуваш Автотранс имеет две подведомственных автостанции. Одна находится на железнодорожном вокзале, вторая находится на Васильске, это северо-западный район нашего города. Станции аккредитованы, прошли безопасно, все как положено. И это право Чуваш Автотранса работать на своих автостанциях. Они сами обслуживают. Тем самым, я считаю, что предприятие от этого работает эффективнее. Почему? Потому что Автовас берет 20% от тарифа. Это, конечно, баснословные деньги. Если посчитать то, что предприятию необходимо тратить средства на поддержание автобуса в нормальном техническом состоянии, платить заработную плату, заправлять топливом и плюс еще давать 20% автовазу, это, конечно, очень большие деньги. Поэтому в целях экономии, более эффективной работы предприятие пришло к такому заключению, что необходимо обслуживаться самостоятельно по этим семи маршрутам. И хочу сказать, что пассажиры от этого нисколько не страдают. За полгода, что пригородные автобусы обслуживаются на аккредитованных автостанциях Чуваш Автотранса, предприятие получило прибыль почти 800 тысяч рублей. За год, по подсчетам специалистов, эта сумма достигнет 1 миллиона 700 тысяч. Сергей Аказиев, генеральный директор государственного предприятия, уверен, что решение работать на своих автовокзалах было верным. Ну, это сумма ощутимая для нас, потому что у нас до недавнего времени даже аренда земли по Шумерлинскому ПТП, там у нас земля была на 5 гектаров земли. И из них мы сейчас отмежевали 4 гектара и вернули в казну Чувашской республики. Просто за пустующую землю 4 гектара на территории Шумерлинского ПТП мы платили 2 миллиона 200 тысяч рублей. В год? За аренду, да, в год за эту землю. Вот и можно понять, какая сумма это является. По другим маршрутам у нас, которые остаются, мы продолжаем исследовать перевозки. Именно стартуем и финишируем на привокзальной, на вокзале АвтоВАЗа, где генеральным директором является Полеев Владимир Кириллович. Эти 7 маршрутов, с моей точки зрения, просто было экономически невыгодны. И это нужно было, этот шаг провести еще раньше, потому что это на самом деле, на поверхности находится решение этого вопроса. Тем более, что там же и находится железнодорожный вокзал, там же троллейбусное управление, их троллейбусы там тоже останавливаются. Такая ситуация, когда с обслуживания маршрутов собственник автовокзалов собирает 20% только в Чувашии. В других регионах максимум 12-15%. В республике только один из диспетчерских пунктов в Марпосаде просят за свои услуги 18%. Сергей Аказеев говорит, что разница даже в 2% ощутима. Рыночные условия диктуют новые правила. Правила считать каждую копейку. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика.